Сегодня на сцене Большого театра были показаны сразу две балетные премьеры. Похита классика из наследия Мариуса Петипа, за возрождение которой взялся Юрий Булака. И русские сезоны, хореографическое творение Алексея Ратманского, вдохновленная музыкой Леонида Десятникова. Впервые сезоны были опробованы в Америке и Голландии, и лишь затем перенесены на московскую сцену. Завершился вечер одноктных балетов в Большом симфонии до мажор Баланчина. О трех маленьких шедеврах 19, 20 и 21 веков репортаж Елены Ворошиловой. Большой в ожидании премьера и свинного руководства. Закончив постановку русских сезонов, Ратманский передает дела однокласснику по хореографическому училищу Юрию Булаке. Своего будущего худрука, трупа Большого, знает. Год назад он сделал Корсара и снова классика. Гран-пай в Пахите. Несмотря на мое пристрастие, может быть, старинен, собираюсь театр заполонить исключительно старинными балетами. Это будет разное направление. В Большом Пахите то появлялось, то исчезало. Полноценному трехактному спектаклю предпочитались 40-минутные гран-пай. Эту сцену Петипа поставил для бенефиса Екатерины Вазин. Вместе с ней танцевали 8 лучших балерей Мариинки. И каждая имела успех. Современные примы тоже не упускают возможность выйти и блеснуть в коротких, но эффектных вариациях. Мы должны настолько зацепить зрителя, чтобы зритель, выходя из зала, помнил каждую нас. И даже чуть больше, чем другую. Гран-пай парад балерин. Балетное дефиле длится не больше минуты. Выходя на сцену, каждая новая солистка еще чувствует присутствие соперницы. Это не спектакль, где есть возможность войти немножечко в роли и раскрыться, где есть возможность ощутить себя на сцене. Конечно, нет. Здесь нужно сразу войти в настроение. Бурлак оперировал все архивы. Даже в Гарвардском университете работал. От оригинальной версии Петипа сохранилось описание нескольких вариаций, рисунок декораций и черно-белые фотографии костюмов. Пришлось Елене Зайцевой делать имперские пачки балерин на свой страх и риск. Много очень. Вообще 78 женских костюмов. Смотрите, да? Это вот такая особенная пачка, которая в движении очень интересно себя ведет. Она живет так, очень нежная, легкая. Перед премьерой Золотошвейки Большого работали ночи напролет. Испанская сетка, розы, кружево, камни. Невесомые пачки теперь, как воинская кольчуга. Он не очень легкий, но и не такой уж тяжелый. То есть мы делали все, что возможно для того, чтобы максимально облегчить этот костюм и сделать иллюзию такого тяжелого исторического костюма. Несколько лет назад дети Розенталя Леонида Десятникова наделали в Большом столько шума, что постановку обсуждали даже по соседству в Думе. И вот новая премьера, неожиданная для самого композитора. Музыку для русских сезонов он писал для скрипача Дидона Кремера, не думая ни о каком балете. В основе были тексты по озере, региона, затерявшегося на границе России и Белоруссии. Я сыграл на том, что слово сезоны обозначает в некоторых языках времена года. Поэтому мы имеем русские времена года, 12 месяцев и какие-то события патриархальной общины и жизни русской. Легкие сарафаны вместо громоздких пачек, вместо академических пост, ломанные линии модерна, танцуют на одном дыхании. В сезоны хоть и русские, но никакого намека на дягилевскую антрепризу. Как бы структура это календарь, православный или земледельческий русский календарь. Вот там названия номеров такие. Толотная, постовая, Егорьевская. Впервые услышав музыку Десятникова, прима большого Светлана Захарова запаниковала. Такое не станцуешь. Но Ратманский был неумолим. Если сезоны уже приняли в американском ЭБИТИ, то дома в Большом принять просто обязаны. Теперь Десятников пишет музыку для нового совместного проекта, а солисты Большого все песнопения знают на зубок. Очень нравится. Очень нравится музыка, очень нравится пение, очень нравятся песни, под которые мы танцуем. Венчает вечер одноклассных балетов симфония «Домажор Баланчина», известная под названием «Хрустальный дворец». В репертуаре Большого балет около 10 лет. Премьера была в Парижской опере в 1947-м, и до сих пор «Хрустальный дворец» признан гимном классическому танцу. Елена Ворошилова, Олег Левитин, Служба информации, телеканала «Культура». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!